Сегодня хочу показать сорт Элизабет. Началось у него созревание. И именно Элизабет у меня находится в эксперименте. Я не кормила минеральными удобрениями, а только биогумусом и аминокислотами. И вот показываю состояние. В начале я показывала весны, что Элизабет капризничала, хлорозила. И вот сейчас, смотрите, цвет выровнялся и размеры ягодки. Показываю, какой размер ягоды. Посмотрите. Вот такие у нее красивые кисти. Вот такие красивые собранные. И сейчас сорву, покажу, какие ягодки в этом году у Элизабет. Может у кого-то и больше. У меня размер вот такой. Мне очень нравится. На вкус она. Немножко к ней нужно приспособиться. Потому что все-таки такой требовательный сорт. Очень вкусный. Вот я говорю, а у меня прямо слюнки текут ее попробовать. Какой вкусный сорт. Очень. Сейчас у меня плодоносит река. Идюк. Но Элизабет это что-то, конечно, более насыщенное. Темная ягода. Крупная ягода. Сочная ягода. Аппетитная такая. Мне очень нравится. И вот покажу кисти, которые спрятались от солнышка. Я специально не снимала эту ягодку. Для того, чтобы вам показать. Посмотрите. Мои пальцы тут собраны. Несколько ягодок. Все они уже созрели. Но так как сорт Элизабет считается все-таки поздним. А у нас очень жарко. Он созревает пораньше. И вот показываю, какие ягодки у Элизабет. Вот сейчас еще раз разворачиваю. Чтоб вы видели. Прикреплю обязательно описание этого сорта в прошлом году. Там я подробно рассказывала, как я за ней ухаживала. Как она выглядит. Потому что сейчас эти кустики у меня стоят в ряду. Их неудобно уже достать. Так как я их в прошлом году показывала. Это те же самые кусты. Вот сейчас показываю. У меня даже подписано. Написано Элизабет видео. Те, которые я снимала. И вот прошел год. Вот какие ягодки созрели у Элизабетки. Сейчас. Ой, падают. Ну смотрите. Немножко одна не созревшая. Но размер впечатляет. Забыла уточнить, что Элизабет очень требовательна кислотности. И что у нее периодичность подоношения. То есть не каждый день. Каждый год у нее хороший урожай. Но по вкусу и размеру в 2023 году. Я бы Элизабет поставила в своей коллекции на первое место. Спасибо. Продолжение следует...